На пересечении улиц Большой и Вязинской с разницей в 20 минут произошли две аварии, в одной из которых оказался разбит патрульный автомобиль ДПС. 37-летний капитан ГИБДД приехал на место столкновения двух универсалов. Пока автоинспектор выяснял детали дорожного инцидента, полицейскую Тойоту Короллу, стоящую на проезжей части, протаранил автомиксер. Водитель Хова-Синотрак выезжал из жиломассива и собирался отправиться в южный микрорайон в гараж. Эту аварию полицейские оформили в соответствии с новыми правилами. Сразу же после столкновения полицейский сфотографировал расположение разбитых машин на проезжей части. Затем патрульную машину и габаритный автомиксер убрали в сторону, чтобы хоть немного разгрузить проезд. Два универсала, которые столкнулись первыми, водители отогнать не могли. Тойоты оказались изрядно повреждены. Не обошлось и без травм. В серой Тойоте Спринтер попутчиками водителя были две женщины и юноша. Неотложка увезла в больницу всех троих. Владелец белой иномарки в машине был один. Мужчина намеревался попасть домой после трудового дня. Двигался со стороны центра города и собирался свернуть в жиломассив. Две машины впереди стояли. На зеленый свет, когда там не было, они ушли. Я встал, загорелся как раз. Подождал, пока красный не загорелся. Он поехал. И это время тут выскочил на меня. Ну вы правильно сворачивали? Я правильно все сворачивал. Я включил поворот и все, поехал. Мне еще сзади пикнули. Мол, красный загорелся, езжай, что стоишь. Потому что движение же нельзя тут останавливать. С таким мнением второй участник аварии был категорически не согласен. Владелец Спринтера настаивал, что оппонента ослепило солнце. И он просто не смог разглядеть, какая секция светофора ему горит. Выбивали, да? Чуть-чуть. Я вчера. Вчера? А водительское удостоверение имеется? Нет. А почему? Потому что меня после Нового года забирали только 10 числа. За что? Зашел. Ввивали за рулем тогда? Давно. К единому мнению о причинах столкновения водители так и не пришли. Материалы аварии направлены в отдел дознания ГИБДД. С места происшествия Полина Хронцова, Татьяна Шамбурова и Александр Савчук. Продолжение следует... Продолжение следует...